Чем кормить гостей? Называется сегодняшнее видео А гостей нужно кормить тем, чтобы гости с нами себя вытащили И поэтому у нас сегодня в гостях креветки двух типов Один тип с головой а другой тип уже почищенный и без Оба типа продаются сырые И это очень важно, потому что если креветки готовы их готовят абсолютно по-другому Их можно добавить в готовую еду, например в спагетти, и туда можно сверху набросать готовых креветок, чтобы они просто подогрелись. А сырые креветки они обмениваются с маслами в которых они плавают вкусом Когда креветки с головой вот в этой части, там где красные содержится дофигища вкуса, огромное количество Там достаточно вкуса, чтобы потом из этого делать соус для морепродуктов Как мы их будем готовить? Мы будем готовить креветки с маслами Какие масла? Очень вкусное оливковое масло Это должно быть обязательно какое-нибудь оливковое масло, у которого есть вкус не может быть оливковое масло для жарки А именно первого отжима, холодного отжима Экстра вёрджин Это масло обладает двумя свойствами Во-первых, у него запах и вкус есть Во-вторых, оно горит при высокой температуре Поэтому просто так отдельно его использовать нельзя Его нужно обязательно развести с какой-нибудь высокотемпературным маслом В идеале подходит или масло авокадо или масло из виноградных косточек Температура горения такого масла высокая Это около 400 градусов Цельсия И если вы найдёте, его нужно совсем капельку Если вы найдёте масло авокадо и масло из таких семечек Не используйте его в салаты Не используйте его в поливать соуса Используйте его для того, чтобы повысить температуру горения других масел Потому что они почти все нейтральные Масло авокадо и масло сливка из виноградных косточек У них почти нет вкуса Они не добавят ничего Они очень полезные Их делают обычно намного чище, чем там рапсовое масло Или то, что называется на английском Fetch the blue oil Это масло, которое выдавливается или из сои Или ещё из чего-то Или там комбинация разных масел В общем, вот Наливается один тип масла Капелька этого масла, буквально чуть-чуть И по цвету уже видно Оно разное Тут видно, как оно смешивается После перемешивания Кажется, что ой, дофига масла Это жирная еда Не буду, растолстею, помру И правда, враньё Не растолстеешь, не помрешь И будет хорошо Эти масла, они относительно полезны Они не перегреваются Проблема получается, когда еда жирная Совмещается с сахаром И тогда мы толстеем И потом дружно дохнем Когда ты готовишь еду Из ингредиентов, которые вместе сочетаются хорошо Получается здоровая пища Что ещё нужно? И очень важно Очень нужно масло сливочное Желательно с хорошим вкусом А почему? Креветки обычно подаются со сливочным маслом То есть французская кухня, итальянская кухня Всегда используют или сливочное, или отдельное оливковое масло Его тоже нужно много Опять, я понимаю, у вас истерика в голове И жёны пошли бить мужей Мы эту гадость готовить не будем Что это такое? Мы все забиваем себе вены Ложь После этого Чеснока много Много-много чеснока Чеснока в этом блюде много не бывает Почти весь вкус Это будет смешанный вкус чеснока И креветок Чеснок, как только он нагревается Даже чуть-чуть Он теряет все свои острые вот эти вот ощущения Есть один химикат Я всё время забываю, как его зовут Потому что, во-первых, я не химик Во-вторых, после того, как я его запомнил Я его забыл И этот химикат, он сразу разлагается И всё И остаётся только запах И сладкий вкус Теперь духовку разогреваете на 200 градусов Цельсия И это ставится в духовку Пока чеснок не перестанет быть чесноком И останется просто запахом И сладковатым вкусом Масла смешаются друг с другом Они смешаются вместе с собой И чисто вот потом Всё это дело впитается в креветки Когда мы достаём масло, чтобы ставить в креветки Это когда всё закипает И хорошенечко пробурлит Видно, что... Почему оно кипит? Потому что из оливкового... Из сливочного масла начинает выходить вода Поэтому оно кипит Сливочное масло задерживает дофига других жидкостей Кроме самого масла И, значит, начинается расклад максимума креветок И такие И такие И такие Всякие разные креветки Идут внутрь Потом они перемешаются И начнут выпускать сок Проблема в том, что вот эти вот с головами Они занимают много места А дают меньше мяса Потому что головы едятся Ну так Вот так Вот так Масло очень горячее Поэтому нужно беречь тех, кого не жалко А когда масло холодное Можно всем туда пальцами лазить Видно уже, что начинается реакция И хитин краснеет Это совсем не означает, что креветки готовы Это означает просто, что покраснел хитин Это материал, из которого сделаны Их панцири Я думаю Можно еще немножко накидать сверху А потом просто перемешать И поднимаем температуру в духовке Насколько возможно Можно Например, 300 градусов И ставим А потом будем перемешивать Температура в этой духовке стоит в Фаренгейтах Поставьте у себя просто на максимум температуру Которую духовка позволяет В Цельсию В чем вы подкручиваете себе температуру Теперь После того, как хитин прогрелся и покраснел Мы перемешиваем их Чтобы те, которые внизу Оказались наверху и наоборот Пусть изменяются в общем температурой И каждая из них, чтобы запускала По максимуму, что можно запускать Так Так И будем обратно работать Все, креветки готовы Их посолили До этого посолили мы серой солью Почему серой солью? Потому что серой солью содержатся другие вкусовые добавки Кроме самой соли И когда ее добавляешь чуть-чуть Вот буквально щепотками То это ощущается в масле Должно быть ощутимо, по крайней мере в маслах Я ее, не знаю, как-то больше люблю Мне очень нравится ей солить Когда креветки готовы Они начинают немножечко сжиматься Если их передержать, они становятся твердыми Если их не додержать Ощущение сырой креветки, оно такое скользковато Но лучше не доготовить креветку Чем переготовить Потому что можно всегда поставить В духовку еще на минуту И она очень быстро дойдет Потому что сам кусочек мяса очень маленький Сам кусочек протеина очень маленький И переготавливается и доготавливается все очень быстро Поэтому, чтобы проверить Достаточно взять вот так Приподнять тетиновую шкурку Вот, извините, что я своими руками туда лезу И проткнуть И вот ощущение на вилке, оно сразу понятно Ну-ка бы резиновое или сырое И креветка, кстати, когда готовая Она белая вся внутри А когда не готовая, она прозрачная Это тоже легко понять Вот когда ты отрываешь кусочек Плоти животного То если оно все белое Насквозь, оно готово А если прозрачное немножко мясо Оно сырое В соусе видно, что соус поменял цвет Он стал более оранжевый Несмотря на то, что масло с самого начала было прозрачное Чеснок выпустил тоже Видно, как бы, что он покоричневел Тот чеснок, который дотрагивался до стенок духовки До стенок противня духовки И сами креветки покраснели, тоже выпустили То есть получается соус со вкусом И видно, что количество жидкости сильно увеличилось То есть если раньше было чуть-чуть покрывало То теперь почти половина Вот и, значит, конец приготовления Способ приготовления очень простой Все вместе занимает не больше 10-15 минут Для приготовления, как уже было сказано, нужен всего-навсего чеснок Хорошее оливковое масло Любое масло с высокой температурой кипения Можно даже, если на хроняк нету там всяких разных вот этих вот авокадов И масла из косточек винограда Можно добавить обыкновенное соевое масло У него достаточно высокая температура кипения Чтобы ничего не испортить И сливочное масло, и креветки Креветки обязательно сырые, серые Они могут быть заморожены, но это абсолютно не имеет значения Там, только что их рыбак Педро вытащил из моря И принес вам на тарелку Или вы купили замороженные креветки и разморозили Есть маленький секрет Который я вам не рассказал, не рассказал Два секрета Первый секрет, это так Креветки вы, скорее всего, будете покупать замороженные Мало кто живет возле океана И может тебе позволить пойти прямо там к пирсу И у рыбака и его жены Купить свежепойманных креветок Вот прямо с лодки Когда там Форест Гамб его только что наловил Нет Скорее всего, вы купите креветки замороженные Замороженные креветки замораживаются в воде Они замораживаются в жидкости, которая помогает делать быструю заморозку А эта жидкость высасывает у креветок вкусовые качества Чтобы это исправить Секрет, который мало кто вам скажет Возьмите и сделайте то, что называется на английском брайн На русском рассол Просто в воду Туда ровные части соли и сахара Так, чтобы когда вы попробовали эту воду Она была чуть соленая и чуть сладковатая Ну, достаточно, чтобы вот ощутить соль и сахар Не как огурцы мариновать Хорошо, давайте не будем издеваться над животными Их так уже убили И судьба у них грузная А именно для того, чтобы почувствовать Ммм, вода соленая и сладкая Туда бросьте креветки Оставьте их там полежать час Произойдет осмосис Обмен солью в жидкости внутри креветок И вкус будет у креветок просоленный То есть не будет ощущения Что вы едите непонятно с каким вкусом Приготовленную креветку Она будет просто вот как резина такая Когда вы пробуете Наверное, когда вы гуляете по ресторанам И едите креветку в ресторане У нее есть вкус Вы говорите, ой, как интересно получилось Вся креветка со вкусом А это добивается именно вот таким способом Короче, подписывайтесь там Кликайте Делайте все, что вот нужно сделать Пальцы вверх, да А комментарии обязательно оставляйте Какой противный у вас там Рассказчик оказался этими вонючими креветками Плюйтесь там на канале Бля, фу, ужас какой, не хочу И, да, все Бай-бай, до новых встреч